Здравствуйте! Вы смотрите Вести Хакасия в студии Натальи Громашова. Гидрологическая обстановка в Хакасии спокойна и угрозы подтопления населенных пунктов нет. Об этом сообщают в гидрометцентре республики. Уровень воды в Енисее за сутки превысился лишь на 5 сантиметров. Речь идет о селе Подсиние. На Майнской ГЭС наоборот упал на 9 сантиметров. Что касается Саяно-Шушенской ГЭС, то здесь сбросы воды продолжаются. Это связано с большой приточностью водохранилища. Но при всем этом угрозы населенным пунктам нет. На реке Абакан повсеместно вода уходит. Уровень стал ниже местами на 5, 8 и даже 19 сантиметров. В районе республиканской столицы вода достигает отметки чуть более 3 метров. Это ниже критического почти на 2,5 метра. Между тем сотрудники гидрометцентра и МЧС продолжают контролировать обстановку на реках республики. Судьба базы и вершины Тёи решалась в правительстве Хакасии. Поводом стали слухи о скором закрытии Абазинского и Тёйского рудоуправлений. На встречу с Виктором Зиминым приехали представители компании Евросруда, собственника этих предприятий. Подробностью Виктора Лушникова. На горнодобывающих предприятиях в Абазе и вершине Тёи работают около 2000 человек. Но города эти монопрофильные. И другую достойную работу там найти практически невозможно. Поэтому слухи о скором закрытии рудников взволновали все население. Причем в Абазе слухи были подкреплены действиями Евросруды. В этом году был заморожен инвестиционный проект по дальнейшей разработке месторождения. Руководителю Хакасии во время поездки в Горнятский город пришлось успокаивать население. Сегодня власть подтвердила свою позицию. В крайней ситуации людей в беде не бросят. Но от партнеров Евросруды ждут понимания и твердого решения, что предприятия продолжат работу. Предприятия работают давно. Не мы их с вами делали, не мы их разрабатывали, в всяком случае начинали. Сейчас всего лишь пользуемся этим ресурсом. Я бы хотел тоже, чтобы об этом помнили. Вернуться будет тяжело на эти предприятия. Мы их не бросим, я вам сразу заявляю. Потому что другого шанса трудоустроить людей пока нет. Глава республики дал понять, ситуация с предприятиями будет вынесена для обсуждения на самый высокий уровень. Он заверил, что Хакасия готова к переговорам. Со своей стороны республика может предложить Евросруде льготы по налогообложению и снижение железнодорожного тарифа на грузовые перевозки. Бизнес тоже готов к переговорам. Мы сейчас рассматриваем все варианты, то есть как спасти руки. Самая главная задача, чтобы люди работали. То есть наша задача очень простая, с властью. Я думаю, что рабочая группа, которая на сегодняшний момент будет работать, я думаю, что мы найдем компромиссное решение. Вот точно по базе точно могу сказать, что мы будем искать разные решения, чтобы он у нас работал. По Тео ситуация довольно тяжелая. Честно скажу, ситуация довольно тяжелая. Рассматриваем разные варианты. Ну, могу сказать, что вводя того, что до продажи бизнеса. На встрече была создана рабочая группа, в которую вошли представители Евросруды, правительство Хакасии и Министерство промышленности и торговли России. Группа побывает на обоих предприятиях. Будут рассматриваться все варианты. Но цель одна – сохранить производство и в Абазе, и в вершине Теои. Виктор Лошников, Сергей Казьмин, Вести Хакасия. Сибирский шелкопряд добрался и до Хакасии. Специалисты управления Россельхознадзора по Хакасии и Туве обнаружили очаги распространения вредителей. Вредитель впервые был найден в Туве. В связи с этим в республике установлена карантинная зона. Вывоз леса с этой территории допускается только после тщательного досмотра деревьев. По данным специалистов Хакасии, за последний год площадь очагов насекомых вредителей в нашей республике уменьшилась на 200 гектаров. Сегодня поражено шелкопрядом около 11 тысяч гектаров площади из 3,5 миллионов гектаров леса. Добавим, сибирский шелкопряд опасен для хвойных деревьев. Первым делом гусеница объедает хвою, из-за этого древесина теряет плотность и становится рыхлой. Ее повреждают другие вредители. В Хакасии появятся дополнительные вакансии для людей с ограниченными возможностями здоровья. Законопроект о квотировании рабочих мест для инвалидов уже подготовили в Госком занятости населения республики. Квота для приема на работу инвалидов будет устанавливаться работодателям, у которых трудится не менее 35 человек. Сейчас, например, инвалидов трудоустраивают в организации, где численность работников больше 100 человек. Так, в этом году в 150 предприятиях Хакасии для людей с ограниченными возможностями здоровья определено почти 900 мест. Из них более 300 еще свободны. Число вакансий в рамках нового законопроекта может увеличиться на 700. Добавим, что ежегодно в службы занятости населения Хакасии обращаются около 1000 инвалидов. Это примерно 12% от общей численности безработных жителей республики. Уже через неделю Хакасия отметит молодой праздник – День Енисея. Главным местом торжеств станет Центр культуры и народного творчества имени Кадышева. Здесь соберутся более 200 человек. В Центре культуры состоится фотоотчет о конкурсах, субботниках, экологических мероприятиях, которые проводились в рамках праздника. Также запланировано награждение победителей конкурса на лучший символ Дня Енисея. Сейчас комиссия оценивает 10 эскизов праздничной эмблемы. Кроме того, на сцене выступят творческие коллективы. На этом субботний выпуск Вестей завершен. Удачного вам выходного дня!